А сейчас о другом виде транспорта, который в последнее время приобретает статус общественного. В Чебоксарах становится все больше любителей покататься на велосипедах. Но для этого необходимы специальные дорожки. В последнее время развитию инфраструктуры для занятий спортом уделяют все более пристальное внимание. Появляются тренажерные и игровые площадки, велодорожки. Одна из таких появилась на президентском бульваре. Спускаясь к заливу по лестнице, люди на велосипедах использовали неудобства. Теперь здесь открылась новая велодорожка со всеми условиями. Длина дорожки 241 метр. Стоимость дорожки около 6 миллионов. Пока работы не завершены до конца, точную сумму не можем сказать. Мы постарались сделать, чтобы велодорожка соответствовала европейским стандартам. Дорожка разделена на потоки. Установлены специальные знаки. Оценить ситуацию удобства для велосипедистов на дорожку приехали. Маутинбайкеры и велолюбители. Очень хорошая такая, правильная велодорожка в Чебоксарах появилась. Очень радует то, что велоинфраструктура развивается. Почему правильно? Здесь очень важно. Велодорожка отделена от пешеходной части. Она очень широкая. Не только два велосипедиста могут разъехаться, может даже больше. Таких велодорожек в Чебоксарах нету. И очень хорошо, что они появляются. Думаю, она получит популярность среди любителей. Она очень интересная. Очень хороший спуск. Те, кто любит тренироваться, видят то, что такой непростой подъемчик. Можно поработать, покрутить педали. На этой неделе велодорожки будут выделены на тротуарах. От Красной площади по улицам Карла Маркса, Ленина, Гагарина и Калинина обозначат территорию для езды на велосипедах. В следующем году планируется создание велодорожки по центру города. Я бы не сказал, что удобно. Если бы были дорожки, было бы намного удобнее. А так приходится ездить по дорогам наравне с машинами. Бывают такие случаи, что авария бывает. Меня два года назад сбивала машина. Устанавливая знаки велодорожек, руководство города убедительно просит пешеходов не заходить на дорожки для велосипедистов, чтобы избежать столкновений и травм. Анастасия Алангина, Антон Вовк, Республика.